В четверг в ходе переговоров двух лидеров в Москве Путин и Эрдоган нашли приемлемое решение проблемы обострения в Идлибе. Это заявил после переговоров в российской столице президент Владимир Путин. В свою очередь турецкий лидер заявил, что стороны достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта. Вышли на приемлемое решение по Идлибу, так Путин прокомментировал шестичасовые переговоры с президентом Турции. По словам Эрдогана, режим прекращения огня в Идлибе вводится с пятницы. Также Турция окажет содействие сирийским беженцам возвращения на родину. В свою очередь президент Асад заявил, что Сирия применит силу, если американцы и турки не уйдут из страны. Прекращение огня в Сирии достигнуто. По крайней мере, так договорились Россия и Турция. Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели длительные переговоры в Москве и представили новый меморандум о перемирии в Идлибе. Об итогах почти шестичасовой беседы Андрея Ромашкова. Переговоры президентов России и Турции в Москве начались в четверг около двух часов дня. Перед беседой Владимир Путин и Реджеп Эрдоган произнесли общие слова, традиционные для публичной части встречи. Москва выразила Анкаре соболезнования в связи с гибелью турецких солдат, та ответила благодарностью за готовность российского руководства отвлечься от работы над Конституцией. Пообщавшись три часа тет-а-тет, лидеры пригласили в зал делегации и продолжали дискуссии аж до восьми часов вечера. По итогам контактов был подписан меморандум из трех пунктов, которые по очереди зачитали главы МИД обеих стран – Сергей Лавров и Мевлюдчеву Шаглу. Во-первых, ровно в полность с четверга на пятницу на севере Сирии вводится режим прекращения огня. Во-вторых, вдоль трассы М4, соединяющей Латакию и Сиракиб, будет организован коридор безопасности шириной 12 километров. В-третьих, с 15 марта вдоль шоссе начнется совместное российско-турецкое патрулирование. Итоги переговоров анализирует руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин. Очень важные переговоры и достаточно такой продуктивный и конструктивный итог. Ситуация накалена была до предела и разрядить ее, как выяснилось, смогла только встреча на высшем уровне. Ну, самое главное, что удалось остановить гибель людей, что возможность прямого вооруженного столкновения между Россией и Турцией исключена, что значительная часть и либо отвоеванная сирийской арабской армией остается под ее контролем. Ну и важно, что стороны опять-таки подтвердили, что астанинский процесс остается живым. К несчастью, дьявол может крыться в деталях. Во-первых, количество триумфально объявленных соглашений о прекращении огня в Сирии не так просто даже сосчитать. Во-вторых, согласятся ли идлибские группировки пустить российские патрули на трассу М4, ведь вся она, за исключением города Сиракиб, находится под контролем оппозиции. В-третьих, как все это воспримут в Турции? Еще недавно Эрдоган обещал оттеснить сирийскую армию к позициям времен подписания сочинского меморандума. А теперь де-факто отдает Асаду все неподконтрольные Дамаску территории к югу от М4. Наконец, что делать с М5, трассой Алеппо-Хомс? Сейчас она находится под контролем правительственных сил, но совместного патрулирования там не планируется. Получается, с этого направления Асад может продолжать наступление? Сколько продержится новое соглашение, рассуждает турецкий политолог Тагрул Исмаил. Самое главное, что мы достигли компромисса, это очень важно. Остальное, я думаю, что совместно Министерство обороны обоих стран будут обсуждать этот вопрос. Режим, если будет наступать, это чистейший будет провокацией, потому что встреча состоялась на высшем уровне. Против и к этому это потеря поддержки, я думаю, России и ЦУЦе одновременно тоже. Я думаю, что это новое тактическое соглашение, а самое главное, что стороны не пошли на увеличение конфликта. Будем надеяться, что это будет надолго. Несмотря на всплеск оптимизма по итогам долгожданных личных переговоров лидеров России и Турции, первые трещинки или как минимум намеки на возможность их появления уже заметны. Эрдоган по итогам беседы особо отметил, что оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск. А Башар Асад, который в переговорах не участвовал, сразу по их завершении решил заявить, что если американцы и турки не уйдут из страны, Сирия применит силу.